От курса философии, который читаю, если жёстко говорить... Уважаемые коллеги, я иду от курса философии, который мы читаем на втором курсе. Это семестр, зачёт от этого иду. Вопрос очень жёстко. Нужны ли ваши структуры мне при моём чтении курса? Даю информацию сначала очень жёстко, потом в каком-то оптимистичном плане. Я танцую от курса, но поскольку занимаюсь философией, то не могу как бы неглобально подойти к этому вопросу, иначе как бы проблема не понимается. Первое, что мы должны осознать, это следующее. Бумага ушла. Слава Богу, у вас здесь особо разговора о бумаге не было. Это вчерашний день, с ним нужно обращаться. Дальше. Сегодняшний день это интернет. Обращаюсь к вам. Нужны ли ваши фонды? Они мне не нужны. Они не нужны. Это мелочёвка. Это подниматься провинциям. Я работаю вот с этим всем. Я работаю со всем миром. Вы здесь как-то вот кому-то нужно. Мне это не нужно. Моим студентам это не нужно. Нужны ли вы мне для того, чтобы я нашёл нужную информацию? Не нужны. Я вхожу в интернет. Я беру, с Яндексом работаю, с Гуглом. А потом я, как профессионал, начинаю отбирать то, что мне нужно. Я выхожу на тех авторов, которые мне нужны. Я ищу, ищу. Не нашёл. Потом нашёл. Потом по тезисам нашёл. Более-менее понятно. Никто из вас не даст мне такую информацию. Информация, которая может быть чуть-чуть полезна мне, следующая. Некие обзоры. Это для халтуры. Притащите. Я перетащу, в другое место брошу. Я-то бы сделаю работу. Мои студенты не будут с ней работать. Потому что я её должен проверить. Я должен узнать, что там написано. Есть ли она в интернете. А если её в интернете нет, если она здесь в одном экземпляре, зачем она? Зачем я буду своих студентов гнать сюда, в очередь вот сюда? Чтобы они бросали всё своё время и пришли сюда смотреть на вашу книжку. Не буду. Не надо мне это всё. Это немножко грустновато. Но это по-честному. Дальше. Это не хотел говорить, но немножко устал. Вот почти половина ваших обсуждений не совсем понятна. Вы начинаете вот здесь. Этого уже нет. такое ощущение, что у вас дома нет компьютера, нет интернета, нет 500 рублей. Как будто вы не знаете, что это такое. Вы можете к этому относиться двояко. Половина той информации, которая есть, она ворованная. Но дело в том, вы должны расценивать следующим образом. Либо так, либо так. Если вы начинаете здесь какие-то претензии ставить, как-то вот-вот заслонять от меня информацию, это старьё. А если вот эта контора политех, если эта страна хочет, чтобы моя башка работала, вот это всё нужно отодвигать. Это всё тормоз. Я хочу работать с этим миром. Информация должна быть свободной. И тогда я дам хорошую информацию моим студентам. Только тогда. А всё остальное тормоз. Более того, мы даже не понимаем, что происходит на самом деле. Информации уже слишком много. Мы её просто не осваиваем. Вы здесь какие-то вот чего-то... Её завались уже. И если человек не попал туда, о нём никто не знает. Понимаете? Мы здесь эти проблемы решаем вообще непонятные. Это немножко из печального, а сейчас как бы из-из немножко из оптимистичного. Но если вы за это сможете зацепиться. Немножко не у васяки. Здесь выступали полностью согласен. Я стою перед студентами. Я Бог. Вот я такой красивый. Я вхожу на цитирование. Нуль. И тогда, понимаете, возникает глобальная-глобальная перспектива. Какие-то ребятки должны просчитать, как меня сделает гением. Потому что это пиар. Потому что здесь должны быть ресурсы всех. И тогда кто-то здесь будет получать деньги. Кто-то будет владеть такой информацией, что ректор к нему будет ходить. Это можете быть вы. Вы можете просчитать, что Петрова-академика узнали в Штатах. Нужно столько-то денег. Нужно его пахать, пахать и пахать. Как делаете цитирование? Да просто так. Я знаю, знаю, знаю. Меня цитируют. Вот уже четыре цитаты. И я их цитирую. Вот так всё и делается. Организовать, выйти, просчитать, что из этой провинции, из Нижнего Новгорода, денег не хватит у всех вузов, чтобы один профессор был известен в Нью-Йорке. Не хватит денег. Только до Парижа денег хватит. И такие, как вы, можете зацепиться за эту тему. Такие, как вы, можете быть королями. Такие, как вы, на вопрос, почему, проходя мимо этого зала, я вижу на протяжении двух часов двух людей. Всего только двух. Вы красиво отвечаете. Здесь мы бережём воздух, чтобы пришли вот такие ребятки, продюсеры, которые скажут ректору, чтобы рейтинг вуза поднялся вот так. Это вы можете. Вот этим можно заниматься. Хорошая, нормальная, практическая работа. А вот это всё, это старьё какое-то. Хорошо ещё вы деньги за это получаете. Но если вы серьёзно к этому относитесь, я не знаю, это немножко подозрительно. Последнее. Маленькие конкретные вещи. Вы нужны. Нужны по некоторым конкретным вещам. Я вышел в лабер, что-то зашёл, не зашёл, не пойму. Мне нужны люди, которые могу обратиться, поговорить и которые мне разъясняют. Я с удовольствием прихожу сюда, общаюсь со многими, с Татьяной Алексеем, сейчас все прекрасно. Если я пришёл, сел, и она мне разъясняла какие-то вопросы, этот, 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 без проблем, здесь вы нужны. И ещё, может быть, какие-то маленькие задания, которые вы можете выполнить, которые я сам могу выполнить, в принципе, вы можете выполнить. Какие-какие вещи. Всё очень быстро меняется. Представьте, что любая диссертация подразумевает, что средняя тема не главная, вот такие средние, они должны обязательно даваться следующим путём. Есть энциклопедии, ну, примерно 1990 года, да, а сейчас десятые, 20 лет. Вот я беру какую-то среднюю тему, развитие, прогресс, изменение, пять понятий, да. Я беру из 90-х годов, потом из 2010-го начинаю сравнить. Вот такая информация. Вот вы на неё потянете, и я с удовольствием вам заплачу за такие, за такую информацию. Ну, рублей 300. Всё понятно и всё чётко, да. Деньги очень хорошие. В том смысле, что деньги всегда цель. Если попросите 500 рублей, я не дам, я сам сделаю. А вот на такие мелочи тоже нужно выходить, и тоже вы здесь можете заработать деньги. Ну, вот примерно, что я хотел сказать. Вопросы есть? Да, да, да. Он всегда занимается профессионалом, а как я не говорю? Коллеги, у вас есть возможность классно заработать. Реальные партии. Отрасль философии у вас? Какая у вас отрасль философии? Я вас уже не первый раз слышу, мне просто интересно. А, я забыл сказать одно. Вот единственная проблема у моего выступления. Я интересуюсь высокими технологиями, и всё больше и больше начинаю дико бояться. Единственный тормоз, реальный тормоз этих всех вещей. Давайте немножко попугаю. Приезжал к нам сюда Амосов, очень хороший, ну, видно, хорошего роли профессор. Он свою видеолекцию начал с цитирования фантастического фильма «Суррогаты». Показывая эти кадры, кто смотрел с Брюсом Уильямсом, он сказал, две из трёх технологий, которые здесь, уже в промышленном производстве. Скоро деньги будут приносить. Вот единственный тормоз, только деньги. Сейчас меня интересуют новейшие технологии, вот этот, ну, биг, если вы слышите, там посложнее немножко я беру. Виртуальность, искусственный интеллект, нано, био, вот это всё я хочу поработать в плане постчеловечества. Насколько-то страшно, опасно. Ну, примерно так. Вопрос к Вадиму Михайловичу, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Ваня Михайловичу, большое. Дорогие коллеги,